Здравствуйте! В студии для вас работает Евгений Казанцев. И вот главные темы пятницы. Несколько метров до оврага, каждый ливень как страшный сон. Почему жители девятиэтажки на Сверлова опасаются за свой дом? Круто ты попал в Вишерском заповеднике, в ловушку угодил лось. Искусство сообща, какая выставка открылась в художественной галерее. Об этом и не только расскажем прямо сейчас. На грани беды жители Сверлова 172 опасаются за будущее многоквартирного дома. Девятиэтажка стоит у оврага. Последний ливень серьезно размыл грунт. За будущее страшно, в окно смотреть не хочется. Родители боятся, что дети могут упасть в овраг. Масштаб и причины узнавала наша съемочная группа. Крем уже за пределами допустимого отклонения от перпендикулярной прямой, по которой действует сила тяжести. Формально, это значит, что дом уже падает и упадет в любом случае. Кадры из художественного фильма «Дурак». Жители невольно вспоминают именно эту киноленту каждый день, когда паркуют машину за домом или выглядывают в окно. Насыпь размывает с каждым дождем все сильнее и сильнее. До дома остаются считанные метры. Жильцы рассказывают о своей проблеме, не скрывая истеричный смех. Опасаемся по поводу дома. Может быть, ночью как-нибудь в очередной ливень будем спать, и просто наш дом упадет. Девятиэтажный, и все мы окажемся там, в речке Быгольке. Провал стал намного больше. Дети у нас здесь постоянно катаются на велосипедах, на самокатах. Большая вероятность того, что здесь они просто в поворот не войдут и могут улететь сюда. Началась история лет 5-6 назад. Жильцы вступили в программу по благоустройству придомовой территории. Уложили новый асфальт. Не по уровню, и под другим углом. Раньше вода стекала по бетонной конструкции, а теперь поменяла направление. Сейчас стоки подмывают насыпь. Последние ливни буквально смыли землю из-под ног. Осыпание критичное, и у нас администрация комментирует, что никакой угрозы для свайного фундамента многоквартирного дома осыпания не представляет. То есть у нас администрация даже не понимает, какое было строительство этого дома, какие его технические характеристики. И мы переживаем за безопасное проживание граждан в нашем доме. Юрист жилищного кооператива Ксения Гопанек занимается проблемой. При помощи других специалистов она нашла, как решить задачу. Нужно установить армирующую сетку, засыпать щебнем и песком. В этом случае грунт дальше не пойдет. А после сделать правильный уклон асфальта, чтобы стоки уходили снова по бетону вниз. Но данный участок, где оседает грунт, по словам жильцов, принадлежит городу. Администрация говорит, что не ей. Во избежание осыпания грунта необходимо осуществить организованный водосток вод по существующему жёлобу. Территория придомовая, поэтому решать вопрос необходимо совместно с жителями. Мы отправили официальный запрос в администрацию. В течение семи дней поступит ответ, и мы вернемся к теме. В том числе расскажем, как разрабатывался проект по благоустройству придомовой территории. Сергей Калиник, новости Верхникаме. С такой проблемой собственникам в одиночку не справиться. Чтобы разъяснить ситуацию, мы обратились к адвокату Сергею Кондратьеву. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, оценку происходящему. Многоквартирный дом, девятиэтажный дом. Эта проблема, которая в виде образования, как мы видим, ямы, она, в общем-то, угрожает безопасности жильцов этого дома. Нежелание решить эти вопросы, я считаю, что должны эту проблему решать работники муниципалитета, соответствующие работники, приводят к тому, что люди действительно обеспокоены, не знают, как поступить, что им делать. А проблема-то ведь городская. Ведь кто у нас отвечает за благоустройство города? Администрация. Они являются ответственным лицом за благоустройство всего муниципального округа. Решили они проблему в данном конкретном случае? Нет. Есть переписка? Нет. Произвели асфальтирование, что привело к тому, что сточные воды стали затапливать дом. Может быть, не затапливать дом, а территорию. То есть происходит разрушение. И, соответственно, если эту проблему не решать, то она может выразиться в более, скажем, масштабную, более крупную. Но, к счастью, пути решения этой проблемы существуют. Спасибо большое, Сергей Николаевич. А я продолжу выпуск, а к этой теме мы вернемся позднее. Компания из Санкт-Петербурга разлила опасную жидкость в Пермском крае. Об этих и других новостях подробнее в рубрике «Новости коротко». Депутаты приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за нарушения в области охраны окружающей среды при эксплуатации, консервации или ликвидации отдельных производственных объектов. Также за нарушение порядка представления сведений в Федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами первого и второго классов опасности. В соответствии с документами для должностных лиц максимальный штраф может достигать 100 тысяч рублей. Для юридических – до 500 тысяч. Компания из Санкт-Петербурга достигла разлив опасной жидкости в Пермском районе. Ущерб достиг более 13 миллионов рублей, сообщают в Краевой прокуратуре. Экологические инновации в феврале 2022 года из Ленинградской области в Пермь привезло более 18 тонн отходов третьего класса опасности. Груз был отправлен на хранение в Пермский муниципальный район на один из земельных участков. Планировалось обеспечение его охраны силами и средствами указанного предприятия. Однако сотрудники не обеспечили должный контроль и надлежащую охрану емкости, в которой хранилась опасная жидкость. В результате чего емкости были похищены, а отходы разлиты на почву. В настоящее время предприятием составлен график платежей. В счет погашения ущерба по состоянию на 12 июля добровольно в бюджет возмещено 7 миллионов рублей. Студент Березняковского строительного техникума Иван Серов в числе 100 жителей Пермского края, которые станут участниками молодежного форума ПФО «Айволга». Событие пройдет с 21 по 29 июля в фестивальном парке Масырюковских озер Самарской области. Всего на форум поступило рекордное количество заявок – почти 32 тысячи из 88 регионов России. В очном формате примут участие 2000 человек, желающих обмениваться опытом и идеями, заниматься разработкой и реализацией различных гуманитарных, инновационных и образовательных программ. Для тех, кто только что включил выпуск, у нас в гостях адвокат Сергей Кондратьев. Мы обсуждаем ситуацию с домом по Сверлова-172. Сергей Николаевич, куда же обращаться жителям? Как им выходить из этой ситуации? Кто должен решать эту проблему? Совершенно очевидно, что эту проблему должна решать администрация города Березняки. Есть федеральный закон об общих принципах организации местного соуправления, в котором черным по белому написано, что к вопросам местного значения относятся вопросы ввода ответвления. Вот изначально, когда дом сдавался, это было давным-давно ливневой канализацией, но так я понял – нет. Сегодня эта ливневая канализация также не существует. И говорить о том, что жильцы, в силу того, что на земельном участке, где происходит проблема, находится многоквартирный дом, должны решать эту проблему – это неверно. Во-первых, это не совсем соответствует истине. Этот земельный участок принадлежит не только многоквартирному дому, но и непосредственно администрации. Есть другой федеральный закон, который называется «О водооснабжении и водоответвление», где также написано, что вопросами водоответвления должна заниматься администрация города. Вот пусть мне скажут, а вообще существует ли какой-нибудь нормативный закон, который бы обязал жителей строить ливневую канализацию? Конечно, нет. Его просто в природе не существует. Жильцы и собственники многоквартирного дома должны эксплуатировать, содержать, заботиться о том, что уже построено, что уже существует. Поэтому необходимо обратиться в суд с иском, обжаловать бездействие администрации, а бездействие как раз выразилось в непринятии мер по водоответвлению, вот, сточных вод, бездействие по строительству ливневой канализации. Я уверен, что эту проблему можно решить в суде, и суд обяжет, ну, в данном случае муниципалитет города Березнякия, принять соответствующие меры и эту проблему решить. А вот по статистике хотелось бы еще услышать, часто ли выигрываются такие дела в суде? Березняковскому суду же безранницы. То есть повязка же на глазах, естественно, ответчик, аргументы, приняты решения, принимаются решения. Поэтому я могу сказать о статистике подобных дел в Российской Федерации, она существует, такие иски удовлетворяются. Спасибо большое, Сергей Николаевич, а я продолжу выпуск. На следующей неделе столбик термометра вновь превысит отметку в плюс 24 градуса. Это означает, что пора готовить сочное барбекю. К нам в город как раз едет рыбная лавка «Рыбак Камчатки». Ваш пикник заиграет новыми красками. Для вечера на природе у рыбака Камчатки в запасе большой выбор свежемороженной рыбы в стейках или филе. Еще больше уже готовой продукции. Балыки часами коптили на натуральных опилках яблоки, ольхи и вишни. Приходите с 17 по 22 июля в Докамени Ленина и выбирайте то, что придется вам по душе. Важное событие в жизни Красновишерска завершен ремонт моста длиною в 709 метров. Как отмечают специалисты, сооружение было построено в 1998 году. И спустя 25 лет это первый масштабный ремонт. Подробнее в рубрике «Верхникамье сегодня». Привет, Верхникамье. Важная новость для жителей северной части региона. В окрестностях Чердани завершен ремонт моста через реку Вишера и подходов к нему. Он находится на въезде в поселок Рябинино и является основной транспортной артерией, связывающей территорию с центральной частью региона и соседними округами. Как отмечают краевые власти, это самое крупное мостовое сооружение муниципалитета. Его протяженность вместе с подходами составляет 709 метров. Мост был построен в 1998 году и с тех пор ни разу не ремонтировался, в том числе и из-за его особенностей. Он не только длинный, но еще и высокий. А мы переносимся южнее, в Губаху. Совсем скоро местные спортсмены смогут протестировать новую спортплощадку. Комплекс находится в излюбленном месте отдыха губахинцев, в парке отдыха имени Юрия Гагарина. Как сообщают в мэрии, подрядчики уже запетонировали основание, установили ограждения, столбы освещения, а сейчас занимаются устройством безопасного резинового покрытия. Также будут установлены стойки для волейбола и баскетбола и небольшая трибуна. Универсальная спортплощадка расположена чуть выше колеса обозрения. И снова на север края хорошая новость. В Рябинино открылась модельная библиотека. Напомним, это новый формат привычных нам читальных залов, а точнее это особое пространство с книгами и мультимедиа, в том числе с кинозаван. Рубрику верхниками сегодня подготовили Екатерина Зибзеева и Сергей Александров. Тем временем в фотоловушку в заповеднике Вишерский попался Сахатый. Бесстрашный, статный, могучий лесной богатырь долго смотрел в камеру. Настоящий красавец, полюбоваться на него теперь можем и мы. Он чешет рога об дерево. Примерно в августе шерсть пропадет. К осени самцы будут демонстрировать рога самкам и мириться силой с соперниками. Ведь главное украшение необходимо лосям для брачного периода. А пока у них есть время разгуливать по лесу и готовиться к гону. Океан в центре города. Еще одно доказательство того, что за свежими морскими продуктами далеко идти не нужно. В июле гастроном «Океан» проводит сразу несколько розыгрышей. Одного победителя уже готов озвучить наш корреспондент. День начинается не с кофе, а с похода за морскими вкусностями. С самого утра в океан. Отправляются березняковцы, что отдают предпочтение качественной рыбе. Увесистый сом, свежий минтай, копченая стерлядь, тающая во рту семга и красные кракеты с Камчатки. Выбор большой. Рулетик под салат. Хочу еще взять сазам, запеченный по-русски. Я взяла салатик «Мимоза». Любите его? Очень. Как вам по качеству? Уже пробовали его? Очень часто берем на обед с девочками, лакомиться. Океан уникальный в городе рыбный гастроном, в котором не только свежемороженные деликатесы, но и продукция собственного производства. Сбалансированный салат, ароматная выпечка, готовые рулетики, котлеты, аппетитные роллы собственного производства. И даже очищенные креветки. А теперь магазин «Океан» подготовил большой розыгрыш призов. Покупатель, который совершил покупку на тысячу рублей, участвует в розыгрыше призов. В этом месяце мы разыгрываем бытовую технику. То есть это и соковыжималка, и кофемашина, и блендер, и вафельница. То есть очень большой такой интересный выбор. Розыгрыш супер-призов состоится 31 июля в понедельник. Помимо главного розыгрыша, магазин «Океан» также проводит еженедельный розыгрыш подарков. На кону сертификаты на покупку в магазин и аппетитный вкусный сет роллов. Именно сейчас мы узнаем, кто его выиграет. Итак, победитель – это Юлия. У нее номер заканчивается на 19-18. Юлия написала, что хочет палатку, но, тем не менее, Юлия, вы получаете свежий ароматный сет роллов собственного производства. Если вы хотите отведать изысканный морской ужин, приходите в «Рыбный гастроном», а также участвуйте в масштабном розыгрыше призов. Магазин «Океан» расположен в центре города по адресу пятилетки 42. Екатерина Зибзиева, Сергей Калиник, Новости Верхнекамья. Совместное искусство. Березняковские и пермские художники исследовали тему городского пространства. Такую идею они реализовали к 300-летию Перми. В краевой столице выставка уже прошла, а теперь она доступна и в нашем музее имени Коновалова. На открытии экспозиции пригласили и нашу съемочную группу. Вот так необычно и разнообразно видят окружающий мир, а конкретно городское пространство, пермские и березняковские художники. Выставка «За восточным объездом» подготовлена силами 21 автора. Среди них и Юрий Баранов. Для выставки подготовил 12 картин. Из них 6 поехали в Пермь на выставку, а теперь их увидеть можете и вы. В основном творит карандашом или акварелью. В работе следует нетипичному правилу. Чем быстрее, тем лучше. Если кто-то создает свои шедевры годами, то Юрий Алексеевич в свои 76 может сотворить произведения искусства за день. Все в семье садовики. Я на суде проработал, служил художником-оформителем, правда. Не аппаратчиком, не слесарем. Отец проработал 55 лет, я 50 лет. Дед лет 40. В общем, все-все. Целая династия. И сели когда-то в музее. Выставка пользовалась большим спросом в Перми и сотней восторженных отзывов. Поэтому было решено показать работы и березняковскому зрителю. Напомню, выставка за восточным объездом, реализованного в рамках проекта «Родня продолжения», который реализуется при поддержке Министерства культуры Пермского края. Когда художники размышляли о городе, они думали не только о городском или индустриальном пейзаже, но и о людях. То есть также представлены портреты известных личностей березняковских. Ну и есть интересные декоративные работы, которые, в принципе, всю эту композицию собирают. Экспозицию можете посетить до конца июля, если и березняковские зрители тепло примут творчество земляков, есть шанс, что выставка задержится в художественной галерее еще на недельку. Елена Силакова, Евгений Казанцев, Сергей Александров. Новости Верхнекамья. Вы также можете стать автором, например, сюжета на телеканале Верхнекамье ТВ. Если отправите нам видео интересного события или происшествия, лучшему мы подарим сертификат на доставку еды. Это все, о чем мы вам хотели сегодня рассказать. В студии работал Евгений Казанцев. Продуктивных выходных. Спонсор прогноза погоды – рыбная лавка «Рыбак Камчатки». С 17 по 22 июля в ДК имени Ленина вас ждет большой ассортимент дальневосточных морепродуктов. Попробуйте, вам точно понравится. Спонсор погоды – компания «Лига». Изготовление печатей и штампов. Город Березняки, улица Ленина, 47, офис 243. В субботу 15 июля в Березняках синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 16 градусов. В Соликамске дождь и плюс 16. В Александровской осадке 15 градусов. В Губахе прохладнее – 14 градусов. И в Кизеле дождь – 14 градусов со знаком «плюс». 15 июля ветер северный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное. Печати, штампы – не проблема, если знаешь, где достать. Станет бизнес беспроблемный, если в лиге заказать. Печати, штампы, гравировка, пломбиры и металлические печати. Березники, проспект Ленина, 47, офис 243. Дальневосточные морепродукты. Чивыча, Кижуч, Красная и Крат. От компании «Рыбак Камчатки». С 17 по 22 июля. ДК Ленина, улица Ленина, 50.